В ходе собрания с работниками Департамента полиции глава региона указал на проблемные вопросы сферы и предложил совместную работу по устранению недостатков. Ермек Маршикпаев отметил важность тесного взаимодействия с населением. За текущий год из областного бюджета на финансирование Департамента полиции выделено 9 миллиардов тенге. Из них около 2 миллиардов на обновление материально-технической базы. Большую озабоченность вызывает резкий рост дорожных транспортных происшествий почти на 20% в нашей области и, как следствие, огромное количество летальных исходов. Наряду с другими преступлениями наблюдается рост правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Практически на одну пятую. 21%. Вот, к сожалению, сегодня мы тоже видим, насколько набирает оборот и синтетические, и другие виды наркотиков. Вот здесь, конечно, наше оперативное чутье, наша правильная регистрировка, наша правильная работа с людьми. Вы прекрасно знаете, с какой категории. Вот это все должно давать результаты. Начальник областного департамента полиции Арманбек Баймурзин отчитался главе региона о результатах проделанной работы. За текущий год. Приоритетными направлениями деятельности департамента полиции определены исполнение задач, поставленных главой государства, профилактическая работа и пресечение преступлений. За текущий год уровень преступности по области снижен со 102 до 91 преступления на 10 тысяч населения. Проводимой профилактической работы комплексных сил полиции наполовину снижена регистрация грабежей и краж автомобилей на 40% хулиганств. Однако особую обеспокоенность вызывает большое количество фактов мошенничества. В целях усиления борьбы с мошенничествами нами усовершенствованы и внедрены новые методы. Создан отдел по противодействию киберпреступности из четырех сотрудников. Из 42 сотрудников, владеющих навыками работы в сфере IT-технологий, сформирована следственная оперативная группа. В результате реализации комплекса мер удалось обеспечить контроль над оперативной обстановкой. Регистрация уголовных правонарушений снижена на 10%. Более чем на 22% достигнуто снижение тяжких преступлений. На 12% – особо тяжких. Сохранена тенденция снижения преступлений небольшой и средней тяжести. Начальник управления полиции города Коши также отчитался о проделанной работе. Напомним, указом главы государства 26 июля Коши получил статус города. Местных полицейских беспокоят проблемы помещения, медицинской экспертизы и материально-технической базы. Географическое расположение повлияло на высокий уровень преступности. За два месяца зафиксировано 24 факта кражи, 7 из них не раскрыты. В свою очередь Акимобласть Ермек Маржикпаев пообещал комплексное решение вопроса города Коши. За неполных два месяца существования отдела полиции города Коши зарегистрировано 53 уголовных правонарушений, в том числе 24 кражи чужого имущества, из них 10 квартирных, 4 угона, 2 хулиганства и 11 мошенничеств. В целом на территории города на сегодняшний день оперативная обстановка остается стабильной. За указанный период мы имеем недостатки по линии криминальной полиции в части допущения совершения 7 фактов интернет-мошенничеств, совершения тяжкого преступления со стороны подучетного лица, состоящего на учете по категории педофил, а также по линии борьбы с наркобизнесом. Стоит отметить, благодаря совместной плодотворной работе полицейских совместно с местными исполнительными органами, все школы области оснащены камерами видеонаблюдения. В целом в регионе снижено количество фактов скотократства на 15,9%. Работа по профилактике таких преступлений будет продолжена и усилена. На особом контроле вопрос обеспечения дорожной безопасности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова